Недельная глава 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 40 лет. Он при этом знал, что он еврей. И в 40 лет он вышел посмотреть на то, как живут его братья. И Новый Завет нам говорит, что думал, он поймут братья, что Бог рукой его дарует им спасение. Но не поняли братья. И этот отрывок нам показывает, что, собственно, о своем призвании и предназначении он знал с самого начала. Но, скажем так, произошел какой-то сбой в программе, в результате чего Маше 40 лет провел в пустыне. И вот я в прошлом году показал такую картину, что Маше, имея определенное представление о Божьем призвании, о миссии своей к еврейскому народу, который находился в рабстве, у него было свое представление о том, как это будет происходить. И в течение 40 лет он как бы в конечном итоге пришел к полному разочарованию в своих представлениях. И в конечном итоге, когда он внутри как бы был полностью опустошен, он, собственно говоря, стал пустым сосудом для того, чтобы Бог мог излить свое видение, свое понимание, свою силу и послать его действительно это делать. Вот в этом году у меня есть некоторые поправки, версия обновленная вот этого вот, причем очень интересная версия. Я просто сам реально вот, когда перечитывал, ну, читал первых комментарий к этому, не классические, значит, и когда я сам перечитывал и размышлял, ну, я сам реально удивлялся, как я пропускал такие интересные моменты. Значит, давайте мы откроем исход. Вторая глава, сейчас вам скажу. С 10 стиха. «И вырос младенец, и она привела его к дочери порой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моше, потому что, говорила она, ведь из воды ты вынула его. И было в те дни, когда вырос Моше, и вышел он к братьям своим, он присматривался к тяжким работам их, и увидел он, что египтянин бьет иври из братьев его. И оглянулся он туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два иврим ссорятся. И сказал он неправому, зачем ты бьешь ближнего твоего? И тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? И испугался Моше, и сказал, верно, стало известным это дело. И услышал Паро об этом деле, и хотел убить Моше, но Моше убежал от Паро и остановился в земле медианской, и сел у колодца». Вот всегда читая вот эту историю, я думал, что Моше испугался фараона и убежал. Но вы знаете, перечитывая этот отрывок, скажем так, в новозаветнем варианте, то есть то, что показывает нам новозаветний взгляд, причем взгляд именно учеников Ишо, то есть это, скажем так, самое ближнее его окружение, это евреи, которые знали Писание, знали традицию. И вот это, насколько я понимаю, речь Стефана, которого побили камнями, да, и Писание говорит о том, что когда он говорил, Дух Святой наполнял его уста таким, такой мудростью, что никто не мог противостоять. Значит, и вот давайте откроем Деяние 7.20. И почитаем его интерпретацию вот этих событий. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова, воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов израилевых. И увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальниками судьею над нами. Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. И есть еще один отрывок, это послание к евреям, 11 глава, 24 стих. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше хотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гневов царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху, пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Здесь говорится о том, что он верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского. И этот отрывок, собственно, можно, скажем так, ну, тут нужно понимать, что Маше, собственно говоря, два раза покидал Египет. Первый раз, когда он убежал, второй раз, он уже, так сказать, торжественно его покидал. Скажем так, тут вот из этого отрывка невозможно точно сказать, когда он не убоялся гнева царского, в первом случае или во втором. Если посмотреть, скажем так, на хронологию этих стихов, то скорее все-таки этот стих о том, что он не убоялся гнева царского можно отнести к первому его исходу. Потому что, скажем так, второй исход как раз-таки и сопровождался Песохом и пролитием крови. Понимаете? И тут уже однозначно ему бояться нечего было. Понимаете? А если Писание говорит о том, что он не убоялся тогда, когда, собственно, любой нормальный человек убоялся бы, то, скорее всего, все-таки этот стих говорит о первом его исходе из Египта. И причем, смотрите, я думаю, не зря таки Писание сравнивает Маше и Ишуа. Потому что Ишуа пришел на землю, ушел, второй раз придет. То есть, как бы, два исторических момента, где Ишуа присутствует на земле. Причем, смотрите, если мы вернемся обратно в книгу Деяний и почитаем дальше. Значит, 29 стиха, это 7 глава Деяний. От сих слов Моисей убежал. То есть, Писание здесь говорит, что он от слов еврея убежал. И ни в Торе, ни в этих двух местах из Нового Завета не говорится, что он испугался фараона. Но говорится, что он испугался. Причем тут конкретно говорится от сих слов. То есть, он испугался тех слов, которые услышал от еврея. Давайте попытаемся понять, в чем дело. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Значит, сейчас я тут несколько стихов пропущу. Вот 35 стих. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальниками судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальниками избавителям». Этот стих явно указывает на то, что евреи отвергли Моше вот в тот первый раз. То есть, представьте себе ситуацию. Ну, такой момент. Значит, когда Моше пришел в возраст сорока лет, значит, Писание нам показывает три случая, когда он с кем-то встречается. Значит, и участвует в каких-то разборках. Первый случай – это когда египтянин и еврей враждуют. Второй случай – евреи и евреи враждуют. Третий случай – неевреи враждуют. Это когда у колодца в Мадиаме. И каждый раз он вписывается в эту расприю, в этот спор и вступается за невиновного. И каждый раз что-то происходит. Но вот Писание нам говорит, что он, осознавая то, что он еврей, он выходит посмотреть, что с братьями. Новый Завет говорит, что он отказывается от того, чтобы называться сыном дочери Фараоновой. Из чего Писание делает такой вывод? Вот Маше выходит и видит египтянин и еврей. Ну, как бы египтянин избивает еврея. Маше, будучи, собственно, сыном дочери Фараона, имел достаточно власти, чтобы остановить этот беспредел. Но он почему-то убивает египтянина. И, скажем, вот этот вот неклассический еврейский комментарий утверждает, что, собственно, в этот момент он и сделал выбор. Потому что он прекрасно понимал, какие пойдут за этим последствия. Что, скажем так, убив представителя власти, представителем которой он, собственно, сам является, он с этой властью порывает. И, смотрите, он, проведя 40 лет во дворце Фараона, будучи евреем, он внутри, ну, наверняка чувствовал какую-то раздвоенность. Писание говорит, что он был научен во всей премудрости египетской, в словах, в речах. То есть, кстати говоря, он не был косноязычным, как он заявлял Всевышнему. Понимаете? То есть Маше принимает решение порвать с тем образом жизни, в котором он жил 40 лет. И принимает решение быть с народом рабов. Понимаете? Это достаточно серьезный шаг. Можете себе представить? Вы живете во дворце президента, все у вас есть, вы ни в чем не нуждаетесь, но вы знаете, что ваш народ – это народ рабов. И вы от всего этого отказываетесь, приходите к этому народу, а народ говорит, а кто ты такой? Причем смотрите, в каких обстоятельствах это происходит. Значит, когда Маше убивает египтянина и закапывает его тело, только один еврей был этому свидетелем. Тора говорит, он посмотрел направо-налево, никого не было, египтянина убил, закопал. Один единственный еврей знает об этом. И судя по тексту, на следующий день, когда он увидел другую ситуацию, где два еврея дерутся, скорее всего, там был другой еврей. Но он уже знал. Оба эти евреи, собственно, уже знали, понимаете? Знает не один. Знает два, которые не были свидетелями. О чем это говорит? О том, что тот пошел и рассказал. Что это приносит в жизнь Маше? Реально угроза гибели. И поскольку мы видим, что, собственно, не фараона он испугался, я понимаю, что жить хочется всем. То есть, ну, о чем идет речь? Я могу не бояться того, кто хочет меня убить, но я просто хочу жить, поэтому я ухожу от этого. Понимаете, о чем идет речь? Но Писание говорит о том, что он чего-то испугался, а конкретно этих слов. А слова звучали так. А кто ты такой? Теперь, проводя параллель Маше и Шуа, Писание говорит, пришел к своим, свои что сделали, не приняли. А тем, которые приняли, дал власть называться и быть детьми Божьими. То есть, смотрите, как интересно. Маше, имея представление о своем призвании, оставляет царский дворец, приходит к своим, а свои его не принимают. Более того, у него не остается возможности находиться рядом со своими. И он вынужден покинуть. А теперь смотрите дальше. 40 лет он странствует. Во-первых, куда он идет? Ну, собственно говоря, если мы бежим, у нас моментально созревает план, куда бежать. Когда мы бежим обычно? Ну, к родственникам, к друзьям, к знакомым. То есть, туда, где, собственно, я понимаю, что меня примут, что я могу иметь расчет на какой-то ночлег, на какое-то пропитание, правильно? Куда он бежит? Он идет в Мадиам. И, собственно, в конечном итоге оказывается в доме жреца Мадиамского. А кто такой Мадиам? Мадиам, родственник. Мадиам – это сын Авраама от Кетуры. Как вы думаете, Авраам воспитывал этих детей своих? Доставлял их в пути Господнем? Обрезывал их? Я думаю, что они были обрезаны, что он их наставлял, потому что сам Всевышний говорит, я знаю, что ты это сделаешь. Вот для того тебя я и избрал, что знаешь, что ты наставишь детей своих. То есть это был народ, который недалеко был от Авраама по времени достаточно, а, скажем, оказался в доме еще и священника, который, собственно говоря, ну, как бы, какое священство он мог нести? Ну, собственно, я предполагаю, что это была таки вера в единого Бога. И смотрите, какая еще параллель. Авраам, Мицхак, Яков жен брали из Месопотамии, из своих родственников. Тут появилась новая линия родственников от Авраама. И Маше, собственно говоря, пошел туда, где, как он предполагал, скорее всего, его примут. Понимаете? Именно из, скажем так, из идеологических соображений. Значит, смотрите дальше, как интересно развиваются события. Я уже просто забегаю вперед, чтобы объяснить то, что происходит вот здесь сейчас, в этой недельной главе. когда Всевышний 40 лет спустя, значит, встречается с Маше, да, и предлагает ему, то есть Маше уже 80 лет, значит, и смотрите, на этот момент у него два сына, один обрезанный, второй не обрезанный. Ну, собственно, странно. Если, скажем, ты действительно решил, что ты продолжатель завета, то ты обрезаешь обоих. Если ты второго не обрезал, собственно, почему? В прошлом году я говорил, что поначалу у Маше еще была вера в то, что Бог восстановит вот это вот служение его, о котором он знал, но со временем он разочаровался. Значит, тут на самом деле картина намного сложнее, как выясняется. Значит, когда Всевышний ему предлагает идти и выводить вот тех евреев, которые потомки Авраама, Ицхака и Иакова, ради отцов, да, вот идет и говорит, ну, иди и выводи. Я увидел, я знаю ситуацию, я хочу их вывести. Значит, чтобы вы понимали, пять раз Всевышний предлагает ему, и он пять раз отказывается, доводя Всевышнего, так сказать, до истерики. Написано, гнев Божий возгорелся на него. И только после этого Маше соглашается. В чем проблема? Писание говорит, что он был кратчайший на земле человек. Ну, и вот когда я на днях общался с разными людьми на тему кротости, да, значит, ну, представьте себе ситуацию, что вы чего-то очень хотите. Ну, может покушать, может там смартфон, может еще что-то. У каждого своя какая-то мечта. Позволить себе вы этого не можете. Вы не в состоянии это себе сами лично приобрести. И тут кто-то вам предлагает. Вот вы очень-очень голодны, зашли в гости, вам предлагают тарелку борща. Ну, вы взрослый человек, можете работать, а вот случилось так, что не можете сейчас работать, и даже купить себе тарелку борща, вам предлагают. Вы сразу накинетесь на нее. Или вы скажете, да не, спасибо, я не голоден. Хорошо. И смотря на то, как бы если бы зашел. Ну, тут могут быть нюансы. О чем речь? Один раз человеку предложили, он сказал, спасибо, не надо. Другой раз предложили, спасибо, не надо. Ну, сколько раз нужно предлагать человеку, чтобы он согласился? Ну, кто на какой раз, вот все-таки, ну, Маше пять раз отказался. Пять раз отказался, и мнение своего менять он не хотел. То есть, Всевышнему надо было войти в состояние гнева, чтобы заставить Маше идти делать то, что Маше когда-то сам мечтал и хотел сделать. Вопрос, почему? Предлагаю другую ситуацию. Все здесь верующие, все когда-то свидетельствовали кому-то. Было такое, что вот свидетельствовали там или соседу, или сотруднику на работе, или родственнику, и он вас, ну, не просто отверг, он вас отшил так, что мало не покажется. У вас будет желание идти к этому соседу или родственнику еще в следующий раз? мне точно отпугалось. То есть, к чему я это говорю? Его народ отшил его так, что у него больше не было желания идти и спасать этот народ. То есть, он на самом деле разочаровался настолько, что у него не было желания. Причем, смотрите, написано, он испугался этих слов. А слова были какие? Кто тебя поставил? То есть, подвергли сомнению его авторитет, как того лидера, которого Бог им дает. Потому что Новый Завет говорит, думал он, что поймут братья его, что Бог рукою его дарует им спасение. И тут не вопрос, что это ущемленное самолюбие или что-то. Маше реально понимал, что это делает Бог. Значит, и он не сомневался, что Бог действительно собирается исполнить обещание, данное Аврааму, Ицхаку, Якову. Более того, мы видим, что первого сына он в соответствии с Заветом Авраама обрезает, второго уже не обрезает. И возникает, значит, другая ситуация. То есть, вот его реально подставили. Свои родные, близкие, да, взяли и подставили. Возникает другая ситуация. Когда он на горе со Всевышним, а сейчас мы почитаем это. Книга Деяния дает очень интересную пищу для размышления. Значит, с 31 стиха 7 главы Деяния. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальниками судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, поставил начальником и избавителем. Сего вывел, сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в черном море и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Бог ваш из среды братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говоривший ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, то есть обращаю ваше внимание на постановку вопроса, 39 стих, нет, 38, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, то есть это про Моше говорится, значит, говорившему на горе Синае с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, это тоже о Моше, которому отцы наши не хотели быть послушными, это Моше они не хотели быть послушными, но отринули его, опять отринули его, значит, и обратились сердцами своими к Египту, то есть Моше отринули, сердцами обратились к Египту, значит, сказав Аарону, то есть вот, когда они отринули Моше и сердцами обратились к Египту, они сказали Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось, и сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пределом рук своих. То есть здесь Писание конкретно говорит, что золотой телец был сделан не вместо Бога, а вместо Моше. И еврейский народ в очередной раз отвергает Моше, не Бога, отвергает Моше, а Моше в это время на горе. Всевышний, видя это, вот написано, Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. И мы помним историю, что Моше в этот момент, находясь на горе, слышит от Всевышнего, отойди, спустись вниз, и я сейчас уничтожу этот народ жестоковый, и от тебя произведу народ. И, честно говоря, для меня всегда вот это вот предложение было непонятным, странным. С одной стороны, Моше, как потомок Аврама, Эцхака, Якова, собственно говоря, если бы Бог от него произвел народ, а мы помним, что у него было уже два сына, которые, собственно, по родословной маме, тоже потомки Аврама, Эцхака, Якова. И, собственно говоря, если бы Бог от Моше произвел бы народ, то обещания, данные Авраму, Эцхаку, Якову, никоим образом не изменились бы, и осуществившись, это было бы полноценным исполнением обетований, понимаете, если бы история пошла по этому руслу. И, скажем так, были бы вычеркнуты из истории вот все вот эти вот евреи, которые были в Египте и которые вышли из Египта. Ну, то есть, интересная получается история. Моше дважды отвергают. Первый раз отвергли, он обиделся. Обиделся настолько, что он не хотел с ними вообще иметь ничего общего. При этом он продолжал верить, что Бог исполнит. И вот этот неклассический комментарий утверждает, что Моше действительно внутри себя создал план восстановления народа через себя. И в тот момент, когда Бог его призвал, и он упирался, значит, собственно говоря, Бог его втолкнул в его призвание, независимо от желаний и от планов Моше. Моше хотел служить Всевышнему, хотел исполнения обетований, но видел это таки по-своему. И Бог его как бы под давлением все-таки поставил на то место, которое он должен был занимать изначально. Значит, а тут получается, что Моше уже пройдя определенные этапы, он уже, общаясь с Богом лично, он, ну, реально, он уже на совершенно другом духовном уровне, он попадает в ситуацию, где Бог ему говорит, так, вот ты тогда вот этого хотел, я тебе сказал, не надо. А вот теперь я тебе говорю, вот, как ты хотел, так пусть и будет. И выбор уже, это уже не давление обстоятельств, не давление Всевышнего для того, чтобы человек занял свое место. Это уже свободный выбор, но на другом уровне познания Бога. И Моше говорит, нет. Моше говорит, это дети Авраама, Ацхака и Иакова, это мои братья, и поэтому, если без них, то мне ничего не надо. И к чему вся эта история? Это история к тому, что Моше действительно был таким же человеком, как и мы. И слава Богу, он был послушным, как написано во всем Доме Божьем. И у нас в жизни тоже случаются ситуации, когда Бог, призывая нас к чему-то, может нас помещать в обстоятельства, где мы вынуждены делать то, что мы делаем. Служение Богу я имею в виду. Я говорю сейчас о хороших вещах, о правильных вещах. Но когда доброе дело сделано под давлением, его качество, его цена одна. Но Бог очень часто делает таким образом, а потом, вот когда мы сделали добровольно доброе дело, послужили Ему, потом Он снимает все вот эти вот давящие силы и говорит, а вот теперь вот делай как хочешь. И вот это уже вот момент, когда мы действительно можем от сердца сделать для Господа то, чего Он, собственно, ожидает. Я просто сам не раз как бы сталкивался с такими ситуациями, что ну вот я делаю вот это вот, но мне внутри-то не очень хочется. Я делаю только потому, что понимаю, что надо. Но приходит время, когда делая это потому, что надо, внутри меня что-то меняется, и приходит момент, когда Бог говорит, ты теперь делай как хочешь, а я теперь уже делаю как надо, потому что я этого хочу, так же, как хочет Бог. Поэтому делайте то, что у вас на сердце, даже если не хочется. Придет время, вы будете это делать с радостью. Редактор субтитров А.Семкин